Что хочу вас попросить сделать, это продолжать заниматься и продолжать выполнять наши домашние задания. Старайтесь все-таки не лениться, выполнять их, и у вас будет обязательно меняться настроение и энергия. Даже когда вам не хочется это делать, помните, что каждый день мы должны с вами сделать домашнее задание. Вы будете обращать внимание, будете замечать, насколько все меняется, если вам удалось пересилить себя, пересилить свою лень и все-таки сделать эти небольшие упражнения. Первое, самое важное, мы продолжаем с вами учиться делать Удьянабандху и Наули. Если мы забываем, как это делается, мы смотрим еще раз видео, смотрим все эти моменты, которые в видео представлены, и пробуем снова и снова. Это мы выполняем с вами по утрам. И упражнение, которое выполняем или в течение дня, или вечером, можно перед сном, снова на раскрытие тазобедренных суставов, оно будет выглядеть следующим образом. Я покажу сейчас. Вам для его выполнения понадобится стена. Итак, вы подходите к стене и ложитесь к стене как можно ближе тазом. Вот таким образом. Ноги расставляете в стороны. Пятки на стене, ноги в стороны. В этом положении вы разводите ноги так широко, как получается. Таз прижимаете к стене максимально. И в этом положении лежите так долго, как получается. Минимум три минуты. Вы можете включить себе какие-то сутры, тексты, аудиокниги и побыть в этом положении. Столько, сколько есть возможность. Но минимум три минуты в день. По завершении мы выполняем компенсацию. Компенсация будет выглядеть следующим образом. Одну ногу вы выпрямляете вверх, вторую ногу помещаете сверху и укладываете будто бы в корову, в гамукхасану. Руки можно вытянуть вверх, чтобы также раскрывались все плечевые суставы. Лежим в этом положении также минимум три минуты. И на вторую сторону тоже выполняем компенсацию. Также закрываем таз. Тоже лежим три минуты. В этот раз, я надеюсь, это будет менее болезненное упражнение, нежели перевернутая бабочка. Поэтому вы будете находить силы все-таки это делать. Тем не менее, если вы в таком положении перевернуто проведете не три минуты, а, например, 10-15, а может быть и полчаса, вы почувствуете хорошее раскрытие тазобедренных суставов, которое обязательно поможет вам осваивать те медитативные асаны, которые мы стараемся с вами изучать. Еще раз благодарю за практику. Пожалуйста, пишите в чате ваши комментарии, вопросы, предложения по поводу наших следующих занятий. И вам эффективных выходных и успешного выполнения домашнего задания. Благодарю. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok